Продолжение следует... Здравствуйте! На телеканале общественной радиотелевизионной компании «Нальчик», «Калейдоскоп», программа о фактах, событиях, впечатлениях. И я ее автор и ведущий Евгений Сухомлинов. В сегодняшнем выпуске вы увидите передачу «Мичурин из Малакановки. Новые встречи». Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес. Оставайтесь с нами и смотрите «Калейдоскоп». Село Малакановское находится в 120 километрах от Нальчика, на границе со Ставропольским краем. Пожалуй, оно ничем не знаменито, за исключением того, что здесь построил свое добротное садоводческое хозяйство отставной военный Александр Денисович Стерлев. Его здесь называют нашим «Мичурином». С ним мы знакомы более 10 лет и постоянно следим за его новыми успехами. Вот и сейчас мы приехали, чтобы узнать, что интересного происходит в его хозяйстве и какие советы он бы дал нашим садоводам. Мы в селе Малакановское, в гостях у Мичурина из Малакановки. И вот новая встреча с Александром Денисовичем. И, честно говоря, вот меня поразило просто то, что за эти годы изменилось. Я тогда был восхищен тем, что было, а сегодня вообще. И приятно удивлен. И, в общем-то, я знал, что это будет интересно. Я знаю, что будет что-то новое. Но чтобы настолько. Спасибо. Александр Денисович, мне очень приятно вновь с вами встретиться. Я хочу такой вопрос задать. Вот, Саша, все-таки бывший военный. И вот так к земле прикипел. И вот такое нерукотворное создал. Я говорю, почему нерукотворное? Потому что, ну, одними твоими руками это трудно сделать. Но, тем не менее, это сделано. Вот с позиции того опыта и того, что пережил за вот это десятилетие. Что нового у Александра Денисовича Стерлева? Никогда мне трудно понять, что нового. Что нового? За эти 10 лет что случилось? Да ничего нового не остается. Расширилось производство. Стали более опытны. Опытны стали, поимели много новых знаний. Новые знания появились откуда? Когда наши бизнесмены начали сажать интенсивные сады. Потому что они начали сажать по общепринятым мировым трендам. Стало очень много понятно, что наше традиционное садоводство, оно сильно отличается. В чем прелести интенсивного садоводства? В том, что это предсказуемый результат. То есть, ты можешь выйти на плановый урожай. Не от того, что какие погодные условия и что принесет нам погода. А именно, в том, что можно планировать и прогнозировать урожай, но с маленьким но. При полном соблюдении всех агротехнических требований. По агротехнике, по средствам защиты, по подборке сортов, по схемам посадки. Те сады, которые сажаются сейчас в республике, это однозначно, это украшение нашей республики. С любой стороны, заедет в нашу республику, видим эти интенсивные сады. Душа радуется, красиво, эстетично. И самое главное, что материально целесообразно. Ну вот можно Кабардино-Балкарию назвать уже республикой садом, да? Конечно, можно. Оправданно, да, это название? Оправданно, а через 10 лет все эти молодые сады, которые сейчас заложены, они начнут плодоносить, будет вообще неописуемая красота. Неописуемая. Республика сад. Садоводы, виноградари, много людей приезжает, для всех нахожу время. Если чего-то я не знаю, я честно скажу, что я не бог, я всего знать не могу, но то, что я знаю, я всегда с удовольствием поделюсь. Это сорт моди трехлетний. Обратите внимание, здесь формировка, которая называется бибаум. То есть, вот он идет один штамп, и здесь идут два центральных проводника, их два. Поэтому называется бибаум, двойное дерево. Более сейчас конкретно и в сравнении с другим я покажу. Здесь интенсивный сад, но шпалера невысокая. Шпалера стандартная виноградная, но чтобы конец, когда дерево вырастет, его верхушка не заламывалась, около каждого дерева поставлен бамбук. То есть, систем выращивания интенсивных садовых очень много. Не обязательно это должен быть загнано в какой-то шаблон. Поэтому я выбрал такую систему. Почему такая система? Без высокой шпалеры. Потому что наша зона менее градоопасная, чем предгорная зона. Поэтому, так как у нас вероятность града намного ниже, мне не нужна высокая дорогая шпалера вместе с противоградовой сеткой. Это намного удешевляет производство. Поэтому, каждая система ведения, она рассчитана на определенную зону. Республика у нас по площади вроде бы небольшая, но тем не менее зоны у нас климатические, они разные. Начиная с скальных вершин, кончая вот этой степной зоной. Мы как раз снимаем кадры степной зоны. За это такая же система интенсивного сада залужения или задернения со скашиванием травы, чем обязательное залужение. Потому что дерево развивается более лучше в естественной среде. И плюс, один из самых больших преимуществ, что при задернении, то есть когда трава у нас растет в междуряде, распад пестицидов, по крайней мере, в 10 раз идет быстрее, если у нас содержится почва под черным паром. То есть чисто закультивированная или задискованная. Недостаток задернения в чем, что немного больше укрытий для насекомых, но при правильном пользовании средствами защиты растений это не вызывает никаких проблем. Весной высаживается укороченный черенок трехглазковый и к осени получается стандартный саженец. Конкретно говорить о каких-то сортах смысла нет, а то будет считаться как реклама. Нет, поэтому я не называю сорта. Сорта новые, новейшие, которые опробованы, которые дают стабильный урожай с красивой гроздью, с красивой ягодой. Продемонстрируем все эти сорта, вам покажем. Это все столовые сорта. Особенно хотелось про виноград сказать, что выделяются федеральным центром деньги на развитие виноградарства, но можно сказать, что что еще тормозит? Отсутствие квалифицированных кадров, потому что за эти 25-30 лет старые уже люди в силу естественных причин ушли или уже находятся на пенсии, а молодых учить негде, потому что в республике виноградарство не развито, а развивать его надо. В дальнейшем я покажу, какую продукцию выращивают вот эти саженцы, представляют какие сорта. Твой опыт бесценный, я считаю. Ну, чуть пониже, приезжает людей много на консультации. А может есть смысл собрать садоводов и какой-то мастер-класс у тебя провести? В 2016 году заместитель министра сельского хозяйства Тимур Вадахов привозил заинтересованных людей, которые заинтересованы были в посадке винограда, и мы проводили мастер-класс. Это более действенный способ, нежели очередное совещание, где говорили. Здесь конкретно все показывал в течение двух часов. Я показывал им виноградник, агротехнику, и после этого в течение полутора-двух часов мы в школе схемы, сметы. И представленная схема окупаемости винограда за пять лет. Я практически показал, как можно виноградник посадить и окупаемость получить на третий год. Это была и цель нашего семинара. И спасибо нашим руководителям, именно сельского хозяйства, что нашли время, выбрали и провели это занятие. Поэтому кое-кто уже начал этим заниматься и помимо этого семинара приезжает и получает консультации. Здесь именно конкретно, не как-то виртуально, это все на пальцах, все это абстрактно. Все это в практическом качестве саженцев, которые здесь вот сейчас выращены и в октябре будут выкопаны, позволяют получить урожай на второй год после посадки. Первый год мы сажаем, второй год он уже дает урожай. Саша, а вот все-таки, как ты сказал, климатические зоны от предгорных. Климатические условия, конечно, отличаются. В горной зоне виноград сажать довольно-таки проблемно. Почему? Потому что большое количество осадков не способствует развитию этой культуры. Поэтому ее и называют солнечная ягода. В то время как, я могу свое сказать, по качеству яблока в степной зоне никогда не сравнится с предгорной зоной, потому что там идеальные микроклиматические условия. То есть для яблок предгорная зона однозначно лучше, яблоко красивее. Подавляющее 99 процентов. Вообще климат республики Кабардино-Балкарии для выращивания яблок это идеальный. Такое сочетание климата и богатейших почв позволяет выращивать яблоко высочайшего качества. Нет такого у нас. Ну, за исключением есть отдельные зоны Краснодарского края, Карачаева, Черкесии. Но климат Кабардино-Балкарии вообще идеален. Это никогда по вкусовым качествам с импортным наше яблоко не сравнится. Нашим садоводам осталось, что есть очень много приемов чисто агротехнических. Выращивать еще и красивое яблоко. В чем это заключается, я в дальнейшем это покажу. Сейчас республика превращается в такой яблоневый сад. Причем вот по трассе едешь, огромные плантации. Такой высокой рентабельности, как в многолетних насаждениях и овощеводство закрытого грунта, не показывает ни одна сельхозкультура. Поэтому в нашей республике с небольшими количествами земельной земли сажать нужно, конечно, высокодоходные культуры. Вот садоводство, виноградарство, они к ним и относятся. Плюс к этому в этих отраслях большая занятость доля ручного труда. Это сбор урожая, обрезка, нормирование завязи, зеленые операции. То есть зеленая обрезка, что применяется на садах для получения высококачественной продукции. Это позволяет решить отчасти проблему занятости. Единственное сожаление здесь в чем? Сожаление в том, что это сезонная работа. Поэтому, когда есть у нас уже большие аэрофермы, которые занимают людей зимой, это касается питомниководства, зимняя прививка, тоже в течение двух месяцев позволяет расширить период занятости. Может, имеет смысл еще переработку сделать? Ну, к сожалению, о переработке я не могу говорить о таких масштабах. Но по темпам развития, садоводства, республика на первом месте в России. И вот это очень приятно. И производство, помимо своей материальной стороны, многолетнее насаждение, они представляют определенную эстетическую красоту. Когда мы едем, и вдоль дороги красивые сады, шпалера красиво стоит, нагружено урожаем. Это привлекает, кстати, и туристов тоже это привлекает. Это райский уголок, и все в силах нашими руками превратить его еще в более красивый. Пользуясь тем, что у нас получается такая беседа, хочу внимание садоводов республики привлечь к чему? Степная зона – это перспективнейшая зона для посадки груши. Груши в республике очень мало. Почему тормозом посадки груши стал бактериальный ожог? Это заболевание, которое привезли это в свое время из-за границы, и которое распространилось, и сейчас многие садоводы вырубают сады, потому что не могут эффективно с ним бороться. Хотя методы борьбы уже с ним отработаны. Но перспектива именно в чем? В степную зону из-за сухого климата груша будет показывать хорошие результаты. В чем именно? Сейчас я вам даже покажу. Вот здесь я вам хотел показать одну интересную вещь. Общепринятая система формировки интенсивных садов предполагает посадку саженцами, так называемая система книбаум – цветущая ветвь. То есть уже сажается двухлетним саженцем, там заложены уже цветовые почки, и в год посадки он дает уже небольшой урожай. Небольшой урожай нужен для того, чтобы дерево сразу после посадки нагружалось урожаем, а не росло, не производило древесину. Вот система Бибаум. Здесь по системе Бибаум интенсивный сад. Вот посаженные деревья через метр. Допускается и более часто уплотненные посадки. И 80, и 70 сантиметров. Я условно говорю, вот такая система посадки через метр, через 8 сантиметров, позволяет получить урожай, я условно говорю, в зависимости от усилий, прежде всего, садовода, от климатической зоны, ну, порядка там 50 тонн. В свое время на Западе предложили систему Бибаум. Вот здесь вы ее можете увидеть. Бибаум – это двойное дерево. То есть мы видим его один штамп, и на нем формируются два отдельных. Дерево такое же, как мы сейчас видели, вот этот. При, я объясню, если мы посажены через, грубо говоря, метр, у нас урожайность получается 50 тонн. Если у нас посажены деревья через 50 сантиметров, у нас урожайность 60 тонн. Я, ну, так относительно абстрактно это говорю. То есть, чем больше площадь, плотность посадки, тем выше урожайность. Вот при этой системе у нас получается де-факто деревья посажены через метр, а отдельные деревья, получается, растут через 50 сантиметров. И вот одинаковый возраст деревьев. Здесь визуально даже видно, что здесь урожайность выше. Система Бибаум позволяет еще что? Ограничить рост дерева, два отдельных центральных проводника, два штамба, растут медленнее, чем нарастает один. И общая высота из-за этого получается меньше. И второе преимущество этой системы. При такой системе деревья меньше подвержены периодичности плодоношения. То есть, когда один год большой урожай, на следующий год урожай намного меньше. При такой системе сглаживается периодичность плодоношения. И сейчас вы можете увидеть вот с этой точки, что здесь урожайность выше, чем здесь. Ну, правда, несколько опыт нельзя назвать чистым. Почему? Потому что это разные сорта. Да, но это разные сорта. Но общую идею, я думаю, наш зритель прекрасно поймет. Здесь, при этой системе, эти ветки формируются ниже, в этом месте. Вот отсюда они идут. Я сейчас покажу правильную систему Бибаум. Но у меня вынужденная мера была. Почему? Прививка делалась здесь. Я боялся, у нас зона сильных ветров, что вот эту проволоку, капельную линию, у меня прививки разобьет. Поэтому делается она ниже, делается на высоте 15-20 сантиметров. Сейчас я покажу правильную формировку. Система называется Бибаум. Выращивание саженцев Бибаум, то есть двойная ветвь. И когда станет здесь уже постоянная, это временная опора, то вот эти штамбы, вот они будут через 50 сантиметров. Я не знаю, есть или нет, но я думаю, что в республике грушу по Бибауму еще это, по системе Бибауму еще никто не сажал. Если у кого-то когда-то возникнут вопросы, то ради бога могут обращаться ко мне. И вот так они через полметра будут расти. Вот правильная формировка Бибаум. Ну, груша это у тебя новый опыт, да? Да, это закладка чисто такая, ну, научно-производственная, потому что много таких наблюдений, которые бы я хотел поделиться с другими садоводами. И ко мне приезжает много людей. Ну, конечно, я не все знаю, но если что-то, какой вопрос я знаю, я всегда с удовольствием поделюсь. Обязательно надо развивать косточковые. Прежде всего черешня. Для черешни тоже у нас очень благодатный климат. Но культура, у нас специалистов по черешне почти нет. Черешню нужно развивать, потому что на рынке черешни почти нет. Кто на свой страх и риск начинает, кто ошибается, у кого-то хорошо получено, без этого не бывает никакой работы. Но надо развиваться, надо заниматься обязательно персиком. Надо заниматься абрикос. Ну, персик капризный. Не капризное, ничего. Все это делается. И персик, он дает урожай даже более стабильно, чем абрикос. Поэтому с абрикосом надо бы, конечно, но трудно конкурировать с Дагестаном. У них климатические условия больше ему соответствуют. А персик, прекрасные сорта сейчас есть, можно выращивать у нас. У нас персик погибает не от мороза. У нас персик погибает от болезней. И кто не умеет защитить это от болезни, тот никогда персика не получит. А много новейших сейчас сортов, некоторые в этом году уже давали мне урожай. Плотный, твердый, транспортабельный. Здесь выращивать вези куда угодно. И все равно это, у него же очень большая, высокая, небольшая, высокая урожайность. Персиком тоже заниматься надо. Я видел, у тебя в саду даже гранат растет. Гранат растет, да, там хитрость выращивания граната тоже небольшая. Если кому-то интересно, я ему в частном порядке объясню. Можно и у нас вполне вкусный получать гранат. Поэтому, да все можно выращивать. На нашей земле грех чего не вырасти. Поэтому, когда я слышу зона рискованного земледелия, если у нас зона рискованного земледелия, то я не знаю, где еще можно туда в России выращивать. У нас один из самых благодатных климатических условий, да с таким трудолюбивым народом. Все, всегда все получится. Интенсивные сады, срок их плодоношения 20 и больше лет. Но за 10 лет происходит моральное устаревание сортов. Поэтому мы придем к агротехнике, когда мы получаем 7, максимум 10 урожаев. Сад корчуется. В междурядях сажается заново, убирается шпалера. И в междурядях сажается уже новый сад. Новыми сортами. Потому что, как бы то ни было, рынок сейчас уже не ест языком. Рынок ест глазами. Поэтому, но тем не менее, при даже больших затратах на такие сады, все это окупается. Но это позволяет быть постоянно в струе новых сортов. Потому что завтра появится яблоко синее в желтую клеточку. И вот тоже будут брать, потому что такого они не видят. Ну, я-то немножко говорю, это утрировано. Но это. О сортах мы тоже не будем говорить. Обращаю внимание садоводов на что. Все современные сорта, буквально все, они все урожайные. Если этот сорт прошел сортоиспытание, они у нас, пусть даже на Западе. Все эти сорта отличаются. Нарядностью, то есть у них высокие товарохозяйственные качества. Поэтому даже не нужно говорить о том, что какой сорт лучше. Нет идеального сорта. Все сорта хороши и по цветовой гамме, по вкусовой гамме. Урожайность у них сравнительно у всех одинаковая. По срокам созревания это другое дело. По срокам потребления. А большинство, подавляющее большинство современных сортов, это все рыночные хорошие сорта. Может быть конъюнктура по регионам отличаться, а все они востребованы. Кусовые качества, на мой взгляд, имеют решающее значение. Ведь когда вот товарный вид хороший, а его откусишь, оно как трава. Но это опять-таки вкусовые пристрастия. Кто-то любит кислое, кто-то не терпит кислоты. Поэтому на вкус и цвет очень много здесь. Друзей не выбирают. Наши хозяйства, чем мы занимаемся, прежде всего это питомниководство, выращивание саженцев. Правда, у нас небольшие объемы, но стараемся следить за... Ну, в общем, занимаемся сортами с повышенным спросом. То есть это современные сорта. Это не убранный, это новый сад, это двухлетний сад, который на следующий год уже даст хорошее урожай. Здесь мы видим питомник, дальше мы видим виноградник. Вот на винограде остановимся мы в чем подробнее. Сейчас наглядно покажем, какой урожай можно иметь на второй год после посадки. С точки зрения... Это виноградник, вот этот весь виноградник, этот массив, это срок посадки март 1917 года. То есть это второй сезон. И вот сейчас мы сюда пойдем, я вам конкретно покажу, какой урожай можно уже иметь. Но здесь уже часть винограда собрана. Уже урожай собран, но вот он. Вот мы видим. Сейчас я выберу куст, на котором нагрузка побольше, потому что часть урожая здесь собрана. Некоторые кусты дали даже больше 10 килограммов. То есть на второй год после посадки они дали уже по 10 килограмм. Особенность винограда в том, что его окупаемость, получение с него продукции, даже быстрее, чем происходит в саду. Но не нужно забывать о том, что виноград культура, вот там хорошо это видно, вот там, вот он. Вот он на второй год после посадки, вот он урожай, это другой сорт. Виноград намного сложнее культура, намного сложнее культура. Это сорт, это сорт монарх. Этот сорт отличается прежде всего тем, что он имеет крупную нарядную ягоду. Но на молодых кустах, пока у него не образовалась мощная древесина, и ягода, и размер кисти намного меньше, чем на взрослых кустах. Это особенность винограда. На яблоне этой особенности нет. Там что молодое дерево, что взрослое дерево, оно дает одинаковый урожай. А молодые кусты у него ягода, и кисть у него мельче. Вот, пожалуйста. Этот год, правда, очень неблагоприятный для винограда. В чем? Потому что прошло два мощнейших ливня. В период уже созревания винограда происходит, ягода лопается и начинает загнивать. Но цель посадки этого винограда в том, что прежде всего, чтобы он дал уже урожай, свой мощный урожай на следующий год. И на примере этого виноградника я показываю, как на третий год после посадки можно получить окупаемость проекта. На взрослом винограднике и здесь сортовой ассортимент тот же, но поменялась структура. Потому что за 20 лет занятия виноградом уже накопился большой опыт и в размножение идут сорта, которые устойчивы к растрескиваниям, если аномальные происходят погодные условия, которые дают постоянный урожай, у которых нет проблем. Поэтому если попадается какой-то ценный сорт, но он требует особого к нему подхода, то такой сорт нами, конечно, бракуется. Почему? Потому что у нас небольшое, но промышленное производство. И над каждым отдельным сортом плясать это удел любителей. Наше дело производить товарную продукцию для нашего потребителя. Любитель он производит для себя, мы производим виноград для рынка. Поэтому отрабатываются все агротехнические приемы для снижения трудоемкости, для уменьшения затратности производства, для того, чтобы получить с минимальной себестоимостью продукцию. Вот он, второй год после посадки. Вот он. Вот второй год. Это сорт называется кишмиш лучистый. Кишмиш лучистый является лидером продаж. Сорт монарх и кишмиш лучистый это лидеры продаж. Почему? Потому что каждый второй покупатель, когда уже кишмиш начинает созревать, просит кишмиш. Кишмиш хорош чем? Что у него очень гармоничный вкус, относительно крупная ягода, красивый внешний вид и отсутствие семечки. Для детей это вообще изумительный сорт. А его вкусовые качества перед вами вы можете попробовать. Пожалуйста, это. Поэтому этот виноградник, он сортовой состав такой же, как и здесь, за исключением тех сортов, которые уже становятся нетехнологичными. Поэтому проводится вот такая естественная сорта испытания, чтобы определить. Вот он. Вот эти кусты показывают, тоже убедительно показывают, какой урожай можно иметь на второй год после посадки. Вот он. Вот здесь хорошо заметно. Но основная задача второго года, это, конечно, не получение урожая, а уже получить окончательную формировку куста, чтобы на третий год его максимально нагрузить и получить уже хорошие материальные дивиденды. Вот это плодоносящий сад без высокой шпалеры. Вот он. Здесь, видите, подвязан. Да, шестилетний сад. Вот он подвязан к бамбуку. Но урожай в этом году несколько меньше, чем в прошлом. В прошлом году был очень большой урожай. А потом была очень сухая осень, сентябрь и август, ни капли дождя, температура 40 градусов. И плодовая почка заложилась не очень хорошо. То есть они ушли неподготовленные. Я смотрю, некоторые... Но урожай все равно достаточный. Да, да, да. Здесь его видно, что он хороший урожай. И через 12-15 дней ко времени съема яблоко хорошо увеличится, наберет окрас, и будет очень приятное яблоко для потребления. Что вы делаете в вашей пустыне, говорит? Да это, говорит, это подвиг, говорит. Это подвиг. Это вот сейчас немножко температура упала. А прошлый год вообще, этот, 40 градусов, 2 месяца. Страшно, в 9 часов на улицу выходишь, уже весь мокрый, в поту это. А этот год, можно сказать, что благоприятный. Но он благоприятен для винограда, для сада, но менее благоприятен для винограда. Поэтому специфика хозяйства такое, что яйца в одну корзину не кладу. Выиграл на этом, на этом проиграл. А в общем получается стабильно, нормально работающее хозяйство. Люди работают по несколько лет. Система хозяйственная поставлена так, что люди у меня заняты круглогодично. Если это зима, это обрезка, это прививка. Беру прививку на заказ, делаю зимнюю прививку. Ну, знакомых же много, просят. А мне для того, чтобы занять людей. Стабильный заработок. Именно вот хозяйство поставлено так, чтобы люди были постоянно заняты. Постоянная у них была зарплата. Потому что сезонная работа это не работа. И именно вот эта широкоплановость хозяйства позволяет их занять постоянно работой. Что позволяет в первую очередь иметь постоянно в руках квалифицированных людей, которые делают и прививку, обрезку. Не нужно им объяснять. Им сказал, нужно, режем сегодня этот сон. Ну, они и учатся у тебя. Они постоянно учатся. И я учусь постоянно это. Постоянно без этого как. Потому что сейчас еще с информацией очень тяжело. Почему? Потому что большие посадки, как правило, много информации считается коммерческой. Она закрытая. Поэтому, чтобы найти золотую середину, приходится иногда и дров наломать. Ну, когда находишь эту золотую середину, кстати, едут очень много людей. Консультации оказываю всем. Для всех нахожу время. Единственное, говорю о том, что предварительно звоните. Потому что я не всегда дома бываю. И когда удобно. У тебя платная консультация? Нет, нет, нет. Консультации бесплатные. Ясно. Саш, ну вот, знаешь, первый раз, когда я приехал, я удивился и посчитал, что это фантастика. А сейчас, ну, как-то уже замылен немножко взгляд, да? Я уже ехал в ожидании того, что я увижу еще больше. И я вот действительно и удивлен, и покорен тем, что здесь происходит. Ну, спасибо на добром слове. Спасибо на добром слове. Но специализация, я говорил, это производство саженцев небольших объемов, но это качественные, это новые сорта, перспективные сорта. Это садоводство, чтобы показать нашим садоводам, которые покупают саженцы. Вот эти сорта воочию, качество, вкус и все. Конечно, агротехника поменялась, что появилась возможность приобретать необходимую технику, уже не так напряженно, как это было, когда в начале. Сейчас несколько легче. Ну, и интересно этим заниматься. Интересно заниматься именно, чтобы новое, чтобы это было качественнее, чтобы урожайность была, чтобы продукция красивая была. Но без моих помощников, я их называю помощником, кто у нас работает, без их руки я ничего не сделаю. Поэтому у нас симбиоз. Их работа, их руки, мои знания, мы нужны друг другу. Все это сам я никогда не сделал бы и не сделаю. Я бы сидел на большом клочке и ни себе, ни людям. А так люди имеют стабильную заработную плату. Ты еще потягиваешь супруга у тебя? Да, супруга это мой старший помощник, без нее никуда это. Она у нас как старший помощник на корабле. Ну, у вас еще праздник, девочки ваши приехали. Да, приехали они, живут в Сочи. В Сочи обе? Да, обе в Сочи живут. А чем занимаются, Саша? Они занимаются флористикой. Флористикой это, ну, с цветами они работают. То есть это от папы там тоже что-то произошло? Ну, может быть. Произошло. Может быть. Но в основном это, конечно, они сами до этого дошли. Они выбрали. Но мы в чем-то советом тоже это. Может быть, пригождается. Поэтому. Ну, а не какие-то флористика предполагает, там, посадка каких-то. Не посадка. Это композиции цветов, букеты, композиции, оформление торжественных мероприятий. Вот в таком плане. Это тоже искусство своего? Да, без определенного художественного вкуса этого, конечно, не достичь. Ну, занимаются, ездят на курсы, пополняют свои знания, как и нам, постоянно приходится учиться. Остановился на месте, завтра ты уже вне поезда окажешься. И вот сейчас я хотел показать там кусочек питомника, весь питомник нам смысла показывать. Я вижу, у вас цветов много тоже. Цветов много, и цветы на реализацию, и на реализацию есть, выращиваются цветы. Но большая часть цветов это для оформления, ну, скажем, уже эстетические цели преследуем. Помимо зарабатывания материальных средств, надо еще и для души, чтобы было приятно. Конечно, не буду говорить там, иногда с 5 работаю до 11 часов вечера, но я не устаю от этого. Физическая усталость, когда ты морально знаешь, что получил результат, или что ты собираешься, выполнил эту сделанную работу, физическая усталость, она не доставляет каких-то неудобств. А знание выполненного дела, оно доставляет громаднейшее моральное удовлетворение. Поэтому нужно, конечно, мне, думая о своей работе, она мне доставляет удовольствие. Поэтому, работаю с удовольствием, поэтому, может быть, и результаты получаются немножко отличные. Не самый главный материальный аспект. Саш, может, не было военное училище, заканчивая все время? Нет, нет, нет. Как ты считаешь? Это мировоззрение, которое закладывается в молодом возрасте, от него никуда не денешься. И хоть мы сейчас поставлены в рыночные отношения, все равно мы в чем-то остаемся с совками. И сравнивать прошлое время с сегодняшним даже как-то неэтично. Почему? Там осталась наша молодость, может быть, не такая обеспеченная, как сейчас она, определенные элементы социальной справедливости. Но самое главное, это доступность образования, которой, к сожалению, сейчас нет. Кто материально неимущий, получить образование, это просто сейчас стало нереально. Вот это, я считаю, основное. Ну и, конечно, качество образования желает лучшего. Абсолютно мне непонятно система вот этого ЕГЭ. Она в чем-то уравнивает, но она не является идеальной, потому что она тоже подтасовывается. Образование, конечно... ЕГЭ только не критикует. Ну, тем не менее, благодарен своему образованию, потому что она была базовая, и пристегнуть к нему определенные элементы сегодняшних знаний, она не составила большого труда. Но, как было всегда, и остается учиться, учиться и учиться надо. Ну и армия, наверное, закалила тебя в каких-то вот обязательных вещах. Ну, если еще сегодняшние времена, и в те времена, и, слава Богу, наступили сегодняшние времена, когда мы за нашу армию горды. Вот такая должна быть армия. Маргарет Тэтчер говорит, демократия должна быть с кулаками. А я считаю, что у России добро тоже иногда нужно доказывать кулаком. Поэтому, ну, это мое личное мнение, я не знаю, насколько оно различается с мнением других людей, но именно сейчас время такое, что мне приятно, что в армию сейчас вернули тот авторитет. Ну, и она своими делами показывает, что нам можно спать спокойно и заниматься садоводством, кормить наших потребителей. Ну, сейчас давайте пройдем на питомник. Видишь, какая слива крупная? Вот она, это крупноплодный сорт, вот она, вот, крупная слива. Длина ее 7 сантиметров, вес порядка 120 грамм. Слива поздняя это. Да, 10 слив килограмм. Ягодные культуры, это попроще культуры, мне ими неинтересно заниматься. Они интересны с точки зрения коммерции. Малина, ну, прежде всего, это садовая земляника, которую у нас ошибочно называют клубника. Садовая земляника. Сейчас бесподобные сорта, отработанная технология интенсивная. Хороший урожай, хорошие деньги. В чем ее сложность? Все-таки далековато мы живем от центров потребления. Поэтому транспортировка туда составляет, наверное, одну из ключевых трудностей. Но это мне не близко, поэтому я не занимаюсь. Но заниматься нужно всем. Что, кто занимается у нас выращиванием овощей или кукурузы, они что, менее, что ли, достойны уважения? Нет, они работают, занимаются тем, что они хорошо знают, получают хорошие результаты. Честь им и хвала это. Просто в чем отличие многолетних насаждений? Самое главное отличие в них в том, чтобы добиться хорошего результата, нужно большой объем знаний. Большое объем знаний, когда в полеводстве, вернее, взять тоже полеводство, если заняться производством гибридных семян, это тоже. Это высокорентабельная область. И в республике раньше были хорошие высоты в этом вопросе, хорошие результаты. Поэтому экономически нецелесообразно заниматься некоторыми культурами, которые, вот они, производство зерновых. Ну, что это за урожай даже в 40-50 центнеров? Посчитать рентабельность, она же абсолютно несравнима с тем, что можно получить при выращивании многолетних насаждений. Поэтому ограниченность территории, она автоматически должна подразумевать, что нужно заниматься самыми высокорентабельными культурами. Ну, это мое мнение, особо мое, я не могу решать за наше руководство. Если мы убедим тех, кто занимается зерноводством, что надо вместо хлеба все эти яблоки, то, наверное, не будет хлеба. Нет. Как ты считаешь? При сегодняшнем, вот она, нас окружает Ставрополье, вот 100 метров от нас, это граница Ставрополя. Здесь громаднейшие площадя, пахотные земли. Пожалуйста, пусть и не занимаются, так оно было всегда. Тебе за мешок яблок всегда несколько мешков привезут зерна. Поэтому, ну, я несколько утрирую. Ну, вот такое мое мнение. Я выращиваю саженцы хорошего качества. Особенностей здесь, тонкостей очень много, но самое главное, нужно очень грамотно следить за севооборотом. Жесткий севооборот в питомнике необходим. Если этого не будет, мы, начиная с питомника, начнем размножать кучу бактериальных болезней, вирусных, бактериальных. Что, ну, как говорят, все зависит от посадочного материала. Основа урожая – это посадочный материал. И если не соблюдать жесткие севообороты и не соблюдать агротехнику в питомнике, все эти болячки потом вылезут в саду и нанесут такой ущерб, который уже ничем восполнить. Никакими средствами защиты ничем это не устраняется. Жесткий севооборот, жесткое слежение за качеством подвойного материала, обязательная сертификация – все для этого есть. Государство все это отрегулировало. Наша задача – все эти требования выполнять, чтобы получить нормальный, здоровый посадочный материал, который даст хороший урожай. Вот, пожалуйста. Но это уже готовый посадочный материал, да? Это осенью он выкапывается, осенью он выкопается и пойдет уже на реализацию. И вот для нашего выращивания обратили внимание, что вся территория – это ветроломные и ветрозащитные полосы. Это обязательный атрибут. Поэтому участок земли вводится в эксплуатацию, перед этим сажается обязательно, это быстрорастущая, это абрикос, прекрасно показывает, он засухоустойчив. То есть у тебя и плодовые деревья, и ветрозащитные полосы посажены. Наша зона абрикоса показывает хороший результат, но урожай на нее сильно не рассчитываем, потому что неравномерность созревания – это хлопотно ее собирать, к сожалению, ее не реализуем. Были абрикосы. Абрикос тоже быстро вступающая в плодоношение культура, и она показывает хорошие результаты. Появились новые сорта, которые, если раньше камнем преткновения в абрикосе был нестабильный урожай, если сорт краснощеки, считался у нас 4 урожая за 10 лет. При такой периодичности плодоношения, кто им будет заниматься. Сейчас появились более новые сорта со стабильным урожаем, поэтому перспективы занятия абрикоса тоже есть. Транспортабельный, крупный, нарядный, высокие вкусовые качества – пожалуйста, занимайтесь. Но это требует уже не смены направления. Это уже отработанное все. Но тем не менее, хватает… От добра добра не ищут. Нет, нет, но тем не менее, да, добра добра не ищут, но тем не менее, хватает времени, чтобы определить, какие сорта за несколько лет растут. Понятен, какой сорт перспективен. Пожалуйста, сажайте. Ну, то же самое касается и сливы. Есть очень много сейчас, очень много сортов. Но рынок – такая вещь непредсказуемая. Прекраснейший сорт кабардинская. Ранее два года такой дикий падение цены, что наши садоводы сейчас хватаются за голову. И вот тут возникает вопрос. Техническая переработка плодов. Но это не моя компетенция. А это нужно решать. Нужно решать и джемы, и сухофрукты, и компоты, и варенье, все это. Вот на мой взгляд, Саша, это все-таки перспективное дело. Скажем, ну, не все же плоды можно продать, что-то остается. Значит, нужна переработка. Значит, нужны и джемы, и варенье, и компоты. Это проще делать тем хозяйствам, которые обладают большим объемом производства. А насчет нашего бедного приусадебного садовода, вот здесь нужно думать и находить. Но все равно... А себя-то вы закройте там. Да, все равно вопросы решаемые. Каким образом? Ну, это вопросы нужно решать, как говорится, коллективно. Я думаю, что ничего тут беспросветного нет. Все вопросы можно решать. То есть, какие-то, видимо, концерны нужны, холдинги, поэтому... Ну, да, техническое. Но, к сожалению, я не специалист этого вопроса. Скажем, вот для республики один-два комбината таких современных построить по переработке. А что получится один-два комбината? Наоборот, это мини-производство должно. Это должно быть в каждом районном центре мини-производство. Но там же разнокалиберность сырья, она что же дает? Это определенные трудности. Это сортоиспытательный участок небольшой, мой импровизированный. Здесь порядка 15 сортов черешни. И черешни здесь 7 лет. За 7 лет вполне уже сорта проверены. Прежде всего, урожайность, нарядность, крупность ягоды, устойчивость в период дождей к растрескиванию. И вот здесь из 15 сортов, пару сортов, которые я размножаю и рекомендую нашим садоводам, и получают они хорошие результаты. Поэтому это подвой, это ВСЛ-2. Вот это максимальная высота деревьев. Приличная урожайность дерева. Порядка дает 20 килограммов, дает отличной отборной черешни. Подвой айва. Урожайность, видите, плоды крупные. Окрашиваемость плодов достаточная. Но для того, чтобы была хорошая окрашиваемость, приходится строить крону, которая называется плоская крона. То есть вы здесь не увидите веток, которые идут в междуряде. Из-за того, что плоская крона, конечно, проиграем в урожайности, но выиграем на качестве плодов. Вся она выровненная, с хорошим окрасом. Сейчас мы постараемся наиболее удобные, такие красивые. Вот он, отличные прям плоды. Вот его в сравнении с ладонью. Видите, какие плоды? Красивый товарный урожай. Но возвращаюсь к той теме, о которой я говорил. Большой ущерб сейчас в республике доставляет бактериальный ожог. И многие садоводы, зная, что этот хозяйственно ценный сорт, сейчас плачут из-за того, что приходится сады корчевать. Поэтому в нашей зоне, степной зоне, сухой зоне, бактериальный ожог не наносит такого ущерба. Он присутствует, наверное, везде, но он попадается отдельным усыханием веточек. Но это позволяет иметь в нашей зоне здоровые деревья. Вот этому саду пошел седьмой год после посадки. Хорошая стабильная урожайность, хороший прирост. Деревья себя чувствуют прекрасно. Поэтому перспектива переноса центра тяжести на степные районы, которые у нас не так притягательны с точки зрения яблони, но для груши это очень перспективный район. Прохладненский, терский район. Это высокие будут показатели по груши. На основании собственного опыта я рекомендую нашим садоводам такую ценную культуру, как грушу. Урожайность у нее прекрасная, спрос на нее стабильный. Подборка сортов, сейчас современных сортов, подборка отличная, линейка этих сортов. Поэтому разные от ранних сроков и кончая для потребления плодов в зимний период. Поэтому, пожалуйста, занимайтесь, уважаемые. Нужно сделать цветущую республику с хорошим уровнем дохода. И садоводство является одной из тех палочек-вручалочек, на которую стоит ставить ставку. Хотя весь труд почетен, заниматься всем надо. Но это одна из наиболее перспективных. Руководство республики это понимает по темпам развития. Я уже говорил, что республика находится впереди всех в России. Честь и хвала и руководству, и нашим труженикам, которые могут делать эту продукцию. Мне кажется, что вот Мичурин очень точно к вам, Александр Денисович, это прилипло вот это вот прозвище в хорошем смысле этого слова. Конечно, я не обольщаюсь. Я далеко не тот великий наш ученый-селекционер. Конечно, такое прозвище мне импонирует. Но и стараюсь своей работой, отчасти теми результатами, которые получаем, соответствовать этому прозвищу. Александр Денисович, ну вот есть такие какие-то вот, ну, посадил дерево, построил дом, родил детей. Ну, вот эти функции, по-моему, у вас уже давно выполнены. А сколько, ну вот так, если прикинуть, деревья посадил? Даже трудно. Наверное, даже не десятки, наверное, сотни тысяч. Если не посадил, то, по крайней мере, принял участие в том, чтобы эти деревья были посажены. А так, это, не знаю, очень, но вообще стоит подумать, сколько. Вот статистика такую, да, наверное, интересная. Ну, если за время, чем я им, тем занимаюсь, ну, вырастил, наверное, не меньше трехсот тысяч саженцев. Эти триста тысяч саженцев, это триста тысяч деревьев выросло. А если считать в среднем, даже на интенсивный сад, если идет три тысячи, это три с половиной тысячи деревьев, ну, это получается около, наверное, ста гектаров интенсивных садов. Это таким, так или иначе связано с моим участием, да, с моей работой. Вот такая арифметика, так что. Вчера был день рождения у вас замечательной супруги Зульфиры. И вы вместе уже 37 лет. Вот я вижу, что у вас вот такой хороший союз образовался. Ну, получается, как народная это молва говорит, за каждым более или менее толковым мужчиной стоит такая же толковая женщина. Вот как раз моя супруга к ним и относится. Потому что она моя тень, но лавры мне, а работа общая. То, что ваш труд востребован, что требуется консультация ваша, многие приезжают к вам за советом, наверное, это тоже вызывает какую-то гордость определенную. Конечно. Что вы вот нашли свою нишу у нас в Республике. Конечно. Это доставляет очень большое удовольствие. Почему? Потому что люди приезжают, проявляют тебе уважение. Искренне благодарят за те советы, которые им могут пригодиться. Или многие звонят и говорят о том, что именно ваши советы очень сильно помогли. Благодарят за хороший посадочный материал. Говорят, прекрасный сад. Дай Бог вам здоровья и прочее. Конечно, удовлетворение, что жизнь прожита ненормально. А почему я делюсь с людьми, могу сказать следующее. Жизнь прожита не зря. Все мои знания, они не врожденные, они приобретенные. И поэтому на тот свет я его несу. Я с удовольствием делюсь, потому что было очень много людей, которых сейчас уже нет, которые этими знаниями со мной делились. Я же не на ровном месте стал обладателем определенных знаний. Поэтому, как это пришло, таким же образом нужно это и отдать. Вот она одна из целей для того, чтобы свою жизнь не считать никчемной. Потому что никакие памятники не сравнятся с людской памятью. Вот и все. Поэтому здесь философия очень простая. Я ответил на вопрос? Да, конечно. Ну что ж, вот мы посмотрели сегодня ваши сады, ваши деревья, ваши плоды. И это, конечно, фантастика. Я считаю, что вот то, что создан такой сад, такой питомник, это, конечно же, огромный труд. Огромный человеческий труд, каждодневный причем. Я благодарен вам за вот эту встречу, за то, что вы нашли время с нами встретиться, и за то, что мы увидели здесь такую красоту, такие вот райские кущи, будем так говорить. Александр Денисович, я хочу вам пожелать новых успехов. Я очень рад нашей встрече. Далековато к вам, конечно, ехать. Но, тем не менее, это доставляет всегда радость. Успехов вам, удачи. Я как говорю, я все пожелания воспринимаю только взаимно. Поэтому, прежде всего, вам спасибо, что в течение 10 лет вы курируете. Что с моей стороны тоже заставляет показать что-нибудь новенькое, что-то лучшее. Поэтому, ваше внимание, внимание с вашей стороны, это является определенным для нас стимулом работать еще лучше. И вам громаднейшее спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наш эфир завершен. А завтра, в воскресенье, мы покажем репортаж о творческом вечере Мухаммеда Агузова. Берегите себя. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok